АПЛОДИСМЕНТЫ Зарплаты по осени считают. Кабмин на днях определился, какой подарок он положит украинцам под новогоднюю ёлку. И решил увеличить размер минимальной зарплаты в Украине до 3200 гривен. Не успели украинцы обрадоваться такой новости, как многие эксперты ополчились против такого решения. Не подарок под ёлку, а свинью подложат, говорят они. Ведь эти деньги очень быстро могут превратиться в простые фантики. Давайте всё-таки разберёмся, подарок это или нет. Я приветствую нашу аудиторию, приветствую наших гостей. Спасибо, что пришли. Ну что ж, в этой студии я уже даже не помню сколько раз слышал от каждого из вас, наверное, пламенные речи о том, что зарплаты украинцам повышать нужно. Наконец-то на сегодняшний день все довольны? Нет, почему? Алена, Николай, вы следующий. Ну, действительно, доброго вечера. По-перше, как вам сказать, у каждого решения есть плюсы и минусы и справа в имплементации. То есть мы говорили про необходимость индексации. Мы говорили про необходимость соответственности реального минимума в доходах громадян, его реального минимума. Один из первых законов, на самом деле, я подала с фракцией «Батьківщина в Раду», это был перерахунок так называемого нашего продовольчего кошика. То есть, сколько обычный украинец должен купить там овощи, сыру, трусов, чего-то еще на месяц, который должен быть оцей минимальный доход. Алена, ну на 3200 ведь теперь с нового года больше сможет купить? Дивите, ну в чем тут вопрос? Во-первых, я рада, что это сталося, потому что меня в этой студии называли популістом, может, каждый раз, когда я говорила про необходимость индексации минимальной заработной платы. И так же называли каждого члена фракции «Батьківщина» и всех других, кто про это говорил. Теперь, виявляется, что это возможно. По-друге, даже не важно, чему это сейчас сталося, чему это не сталося. Перед первым читанием, я думаю, тут расскажут люди из бюджетного комитета, чему это сталося именно в день, когда Гройсман пролюднив свою декларацию, полтора миллиона готівкою. Но это все не важно, важно, что дискуссия почата. Но для меня тут сейчас важно усвідомить иначе. Если не будет реальных механизмов находения этих денег в бюджете, если не будут приняты, принаймні, наши пропозиции, как увеличить бюджет, а я про это тоже говорила, например, ободаткувание, легализация бурштину, сразу увеличить на несколько десятков, приблизительно 70 миллионов бюджет, а деофшоризация и законы деофшоризации сразу наповнюют бюджет. Если этого не будет, то денег нет. Почему эти деньги будут брать, это не понятно. И это будет або гиперинфляция, або проблемы. Давайте немного позже поговорим. Да, сейчас, Николай Скорик, вопрос к вам. Так, возможно, исходя из того, что говорила Алена, премьеру Гройсману просто надоело бороться с популистами, он решил их возглавить, поэтому у нас будет повышаться минимальная зарплата. Послушайте, послушайте. Нет, ну если вы вспомните вот даже дискуссию в этой студии неделю назад, то представители коалиции говорили на все предложения в отношении индексации доходов граждан, говорили о том, что это популизм. Причем, когда они голосовали за бюджет в первом чтении, и когда в этом бюджете было повышение депутатских заработных плат, то тоже никто этого не заметил. Сейчас, буквально после голосования, премьер говорит, нет, это все случайно, повышение зарплат не будет. И буквально через несколько дней говорит о повышении минимальной заработной платы. В принципе, если так говорить, постараться объективно, то в этом есть позитив, безусловно, потому что определенному количеству граждан это увеличит доходы. Но в этом есть масса подводных камней, как говорят, были и недостатки. Этих недостатков намного больше, чем достоинств. В первую очередь, это реальная индексация всех социальных выплат, которые привязаны к минимальной заработной плате. Это так называемые мамочкины деньги, различные выплаты, этого нет. Второе, нет реальной индексации пенсии, а пенсионеры на сегодняшний день самые социально незащищенные слои населения. В-третьих, если мы, вот тот проект бюджета, который внесен, я прошу прощения, изменения в проект бюджета, которые внесены оппозиционным блоком, они предусматривают целый ряд шагов. В первую очередь, это реальная оценка макроэкономических показателей и на этой основе увеличение доходной базы. Второе, это сокращение расходов бюджета. И самое главное, что мы должны понимать, что 3200, вы только что об этом краем сказали, 3200 это не тот уровень, это не прожиточный минимум на сегодняшний день. По оценке специалистов, это как минимум 4,5 тысячи гривен. И оппозиционный блок подал соответствующие изменения, что это должно быть хотя бы на этом уровне, плюс привязка социальных выплат, плюс пенсии. Ох, Николай, тут уже и 3200 говорят, что тяжело будет вытянуть. У меня вопрос к замминистра финансов Украины, который сегодня в гостях у нас, Евгений Капинус. Пожалуйста, Катрин, помогите нам, дам микрофон. Вам Катрин поможет, она все поддерживает. Евгений, подождите, о том, что говорил только что Николай, о скоропалительности, о неожиданности, скажем, такого решения. Неделю назад ровно, 5 дней назад, у меня в гостях в подробностях недели была ваша коллега, первая замминистра финансов Оксана Маркарова. На мой вопрос о том, насколько может быть увеличено, говорили о повышении на 10% для бюджетников, о повышении минимальной зарплаты. На мой осторожный вопрос, насколько реально можно повысить. Она очень осторожно уходила от ответа и говорила, что Кабмин об этом только думает. Скажите честно, заявление о повышении до 3200 для вас в министерстве было неожиданностью или нет? Оно же ночью было. Дякую за запитание. Я хотел бы сказать честно, что, принаймні, мы считаем, что нужно не говорить, а делать. И, соответственно, тогда, когда мы увидели реальную возможность реализации этого захода, мы сказали про то, что он не будет реализованный, что он будет сбалансованный в рамках тех пропозиций, которые есть. И мы уверены, что это реально на сегодня. Важно отметить, что говорили привод к индексации. И, на самом деле, если говорить о 3200, это не такие большие деньги, но это деньги, который был не так давно подтвержден Кабмином. Евгений, если вы месяц назад не видели, 5 дней назад не видели, то как вы так резко увидели? Если мы говорим о том, что Верховная Рада сегодня затвердила рамку государственного бюджета в первом учете, у кого, скажите, у кого наступило просветление в Министерство, кто сказал, вижу, вижу и быстро начал звонить премьеру. Мы провели соответствующие рассчитывания, и можем сегодня сказать, что да, это возможно, это возможно реализовать, и люди наши получают соответствующие финансирования. Еще одно маленькое уточнение, пожалуйста, только честно. Розрахунки делали до заявления или после? Розрахунки делали мы летом, но выраховывали, какие возможные сценарии при определенных условиях. На сегодня было принято решение 3200, и это решение было подтверждено розрахунками. Хорошо, я еще вас помню. Нет, 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 подождите, у нас представители Министерства бывают в отличие от вас, Иван, значительно реже. Подождите, я только скажу, что розрахунки до этого часу делаются, они еще не готовы до конца. Вот почему вы все-таки. Розрахунки закончились только на 3200, больше нельзя. Вот 4500, озвучил Николай Скорик. Я считаю, что нужно быть реалистами. 3200 – это тот ресурс, который мы можем сбалансировать в бюджете. В соответствии, мы переконаны, что именно этот ресурс должен получать... Но денег на 3200 точно хватит. Бюджет за этого показателя будет сбалансированный. Хорошо, почему пенсионеров оставили на обучении? Почему им ничего не посчитали? Что на сегодня мы работаем над тем, чтобы провести осуществление пенсии. Проте, я еще раз хочу повторить, нужно не говорить, а нужно на конкретных розрахунках, на конкретных подходах дать соответствующие цифры и сказать, что мы можем это реализовать. В соответствии с этим мы на данном этапе работаем. Тарас, Тарас, дайте микрофон, Катрин, пожалуйста, секундочку. Тарас, прозвучала здесь мысль от Алены Шкрум, по-моему, о том, что решение сейчас было это объявлено для того, чтобы отвлечь внимание от других новостей и от других событий. Ну, в частности, от электронного декларирования. Может это быть, правда, или нет? Может быть, потому что это безусловно связано с электронным декларированием. Не будем забывать, что, согласно с законом про электронное декларирование, есть возможность отхиления от поданных денег и, то, что найдет, припустим, НАБУ, от 100 до 200 минимальных зарплат. То есть, если сейчас отхиление – это 130 тысяч, так, если будут подняти минимальные зарплаты, то это отхиление будет 260 тысяч, так. Нет, Тарас, это не так, потому что это 2015 год, а минимальная зарплата на следующий год. Давайте я закончу. Наступное. Наступное вопрос я не понимаю, а как теперь будут обращаться субсидии? У меня есть подозра, что теперь скажут людям, у вас уже очень много денег, и вам субсидий не нужно. То есть, фактически будет снищено то, что проговорили. То есть, подняли деньги, а забрали за рахунок тарифов. Фактически, это схема, что сейчас все делается, это схема легализации этих грабежных тарифов, которые существуют. Хлопцы, снисти тарифы, потому что вы их зависели, и вы вганяете в борху всю страну. Когда возможно увеличение увеличения минимальной зарплаты, только в двух случаях, когда увеличивает экономика, которая у нас не увеличивает, на папере она на 0,8%, это фактически статистическая погибка, або за рахунок резкого увеличения продуктивности працы. У нас продуктивность працы не взросла, она у нас падает. Тому в данном случае можно говорить, что або будут дуркувать деньги, або будут другим образом скорочивать в первую чергу за рахунок того, что просто меньше субсидий будут выдавать и выкачивать деньги с людьми таким чином. Вот и все. Спасибо. Валентина Льваченко, вы просили слово, я продолжу эту мысль. Согласны ли вы, как человек, который занимался долгое время всякими спецоперациями, да, расследованием их, что вот это обнародование планов по повышению зарплаты, возможно, отвлекало внимание населения от других проблем, в частности электронного декларирования. Хотелось бы мне вот просто коротко остановиться на электронном декларировании, что вас смущает. Меня, честно скажу, миллионы спрятаны под подушкой у наших чиновников. Почему? Почему? В интернете все смеются и говорят о том, что просто наши политики не доверяют банкам. Да, это печально, к сожалению. Но не кажется ли вам, что у этого декларирования повального этих миллионов, причем у людей, которые, ну, грубо говоря, эти миллионы долларов вряд ли могли бы еще и заработать. Я могу привести там несколько примеров чиновника Олеся Долгова, у которого полтора миллиона долларов наличными спрятано дома. Николая Книжицкого, который десятками лет работал наемным менеджером. Люди такого уровня не собирают миллион долларов, как мне кажется. Почему они решили их обнародовать? Відповедь дуже проста. Залишилось 74 години для того, чтобы насамперед, найвищий эшелон влади в Украине, від президента до министрів, оприлюднили свои декларации. А знаете, чому? Потому что, зокрема, вони, тобто, вы, вибачте, представники уряду нынешнего, пообіцяли всему світу, что они будут заповнювать щомесячно эту таблицу. Я її навожу, вона поки що англійською мовою, тому що уряд її приховав і не перекладає англійською. Таблиця зветься, скільки за місяць буде посаджено НАБУ за корупційні зловживання, зокрема, за приховування під матрасом готівки і все, що накрали. Читаємо. Міністрів, вітання уряду, депутатів, теж пообіцяли саджати щомісячно. Далі, держслужбовці першого рангу, прокурорів. Пане Валентине, кому пообіцяли? Знаете, чий тут стоїть? Гройсмана, який не володіє англійською мовою. МВР, Міністрів, Міжнародному валютному фонду і всім країнам. А чому я це обіцяли? Тому що саме з запозичень зовнішніх знайшлися гроші для того, щоб зараз заявити, що тільки з 1 січня піднімуть заработну вкладу. Але що не сказали з цих запозичень? Майбуті пенсіонери ще з літа і на це брали за гроші. А не готовяться ли к легалізації цих грошей для вивозу, наприклад, в Європу? Послухайте, відмивання грошей не хоче Україна, а не Україна, а уряд і президент приєднатися вже півроку. Згадайте, коли був глобальний антикорупційний форум в Лондоні? Коли? Жоден з української влади не поїхав. Глобальна коаліція проти корупції і закриття офшорів і повернення вкраденого вже 6 місяців працює. Останній саміт великий був великої двадцятки. В Китаї жоден міністр фінансів України туди не з'явився. Питання тепер стоїть наступне чином. Весь світ зробив виклик, висновок. Все бонифициары, все шори виклик. Извините, но тема електронного декларування все-таки не тема нашей программы. Я зрителям могу только пообещать, что уже через день, в подробностях недели, в воскресенье, мы детально разберемся, кто что задекларировал и кто что хотел сделать с этими деньгами, которые они выдали на гора. Откуда взялись эти миллионы и почему чиновники и политики решили именно сейчас о них заговорить вслух. Это очень интересная тема. Дождитесь эфира в воскресенье в 8 вечера. Пока давайте все-таки займемся нашими повышениями минимального уровня зарплаты. Есть ли здесь кто-то из политиков, из депутатов, кто не проголосует за это повышение? Категорически. Таких немає. Вы, Иван, вы за. Да, если вы дозволите, я поясню. Если вы дозволите, вы не проголосуете. Нет, если вы дозволите, я свою позицию поясню. Это же не за это голосование. Дивите, нужно разобраться просто профессионально. Хорошо, я переформулирую вопрос. И из-за этого они проголосуют за второе чтение, бюджет во втором чтении. Олексей, у нас же бюджет честный, нам анонсовали. Я хотел бы, чтобы мы действительно провели честную дискуссию на эту очень важную тему. Ну, первое. Скажите, пожалуйста, че есть кто-то против, вообще в стране, из политиков, присутствующих, кто против того, чтобы в стране увеличивали минимальные заработки? Я хотел бы на такого посмотреть, конечно. Все за. Все за. Но что означает в данном случае и мало бы означать увеличение минимальной заработки? Это бы означало увеличение минимума раз и перегляд тарифной сетки. Потому что заработные платы всей бюджетной сферы, а пенсии пенсионерам, в бюджетной сфере привязанной до тарифной сетки, а в пенсионном забезпеченном привязанной до прожиткового минимума. Так вот, знаете, когда у нас виходит голова Нацбанку, до речи, згадать треба Дайгонтареву, по которой нужно делать расследование по тех банкам, которые сгорели, и по вкладниках, которые просто сейчас хотят на улицу выйти, и сделали ультиматум. Так вот, когда у нас голова Нацбанку виходит на экран и говорит, что, шановые граждане, курс гривен будет самый стабильный. Все окей, гроши тримайте в банках. Это сигнал для людей бегать в банки, забирать останнее, что они имеют, потому что курс гривен обвалится. Это просто все знают. Все спомогли, и все теперь сейчас запитывают, а в чом же тут есть главная проблема и главный подвох? Гарно звучит тема с подвищением зарплаты на 3200. Но я бы хотел, чтобы мы в парламенте разом с урядом сделали это подвищение чесным. Что означает чесное подвищение? Это означает, чтобы сегодня лекарь и учитель с 1 сечня наступного года почувствовали реальное подвищение зарплатных плат, а не только эфемерное про 3200. Раз. Чтобы это почувствовал у своей кишени пенсионер, это два. Чтобы тарифы, которые абсолютно незаконны, и были скасованы по установке Кабмину про установление цены на газ у 6,880, что не есть функцией Кабмину министров. Это три, что нужно сделать. И главное, давайте подумаем разом, подивиться наши пропозиции Батьковщины стосовно того, как дополнить доходную часть бюджета. 20 миллиардов маете от Нафтогаза, который ничего не производит, но имеет надпроизводки, потому что людей забрали раз. Друге, давайте легализуем бурштин, и главное, два законы про деавширизацию полтора года лежат в парламенте. 77 миллиардов ресурс наступного року от этих законов. И вот реальная возможность, чтобы переглянуть тарифную сетку, чтобы подвищать пенсии для пенсионеров, и действительно сделать честное подвищение минимального заработка. И остальное. Вы просите слово. И я задам вопрос, чтобы вы сразу ответили на него. Скажите, пожалуйста, но честно, я взял посадовый оклад за единою тарифную сетку. Я смотрю, 14-й 14-й разряд это лекар-хирург в высшей категории. Можете мне сказать сейчас, сколько лекар-хирург в высшей категории, который у нас находится в 14-м разряде, реально получает больше с 1 сечения следующего года как министр финансов. И тогда мы будем мать честную разговоры про то, что вы анонсовали. Вы компрометируете, Евгений, он пока еще не министр. Я говорю заступник министра, я сказал. За министра финансов. Не, заступник. Но это на рост. Но это на рост. Я считаю, что по всей тарифной сетке теперь будет подвищение заработной платы для всех работников бюджетной сферы. И, соответственно, каждый лекарь получает это подвищение, которое предназначится в проектах в государственном бюджете. Но не в два раза, как вы анонсовали. Не в два раза, правда? Почекайте. Мы не говорим про то, что будет подвищение всей зарплаты. Правильно? Мы говорим про то, что будет подвищение минимального и будет подвищение первого ряда, который даст возможность подвищать все тарифные сетки и соответствующую заработную плату. Это, по-перше. По-друге, если вы говорите про дополнительные доходы, я хотел бы сказать, что у нас в проектах бюджета уже перешение. Давайте я договорю. Я дам ответ на ваши вопросы. Я хочу дать ответ на ваше вопрос. Вы сказали, что закладывали соответствующие дополнительные доходы от нафтогаза. В проектах бюджета закладывали дополнительные доходы от нафтогаза. Закладывали и другие. Если вы найдете дополнительный ресурс, это будет просто чудово. Мы сможем спрямить на выплату подвищения вчителям заработной платы, которые предъявлены в проектах на 30% в развитии, в медицине на 20%, которые были уже предъявлены. И плюс первый тарифный разряд на 1600 еще им даст дополнительный ресурс. И, соответственно, у людей будет подвищение заработной платы. Хорошо. Вопрос Николаю Рудику. Сергею Рудику как сену бюджетного комитета. Сергей, скажите, пожалуйста, повышение минимальных зарплат означает ли это, что будут секвестрированы другие какие-то моменты в бюджете? Откуда-то нужно будет изымать? Ключовым ресурсом для сбалансованного бюджета, как запевнили наши урядовцы, и мы им пока что на слово вирамо, потому что в цифрах это еще не подано до бюджетного комитета. Есть перерозподел ключовых податков. Перерозподел в цифрах, но не в процентах. Ключовое – это ПДФО. 18%. Так, ПДФО на 1600 или 1450 это одна сумма, а ПДФО на 3200 это иншая сумма. То есть ключевый ресурс. Я слышу разные думки экспертов. Первый день, когда это информационный шоу прозвучал, что кто-то порахал в колишней заступной КОН нацбанку ледь не 75 млрд додатковых ресурсов. Чув я сегодняшнюю информацию про 28 млрд. Можливо, это в цифрах надо поделиться. Какаясь додатковая сумма будет нужна извне. Но ключевые податки ЕСВ и ПДФО это основный ресурс при правильном перерозподеле при поднятке минимальной зарплаты. Это то, что можно на словах. Користуючись на воду, я хотел бы сказать, что только заради того, чтобы почути, сколько в Украине людей, украинофобов, украиненевисников, нужно было сделать это увеличение минимальной зарплаты. И чтобы понять еще раз, что прислевья место сидения определяют точку зрения и работают на все 100. Политические силы, которые уже сегодня высказали, которые всегда сказали, что нужно увеличивать, два дни, когда выговталось от этого информационного шока, говорят о том, что выявляет рисков много больше. Один говорит, что не нужно это делать, но нужно было одночасно сказать, что это рискованный крок, но при этом нужно 4,5% платить. Другие говорят, что скажи про 14-й разряд. Неужели думаете, что он ходячая библиотека и что он может сходу как заступник министра финансов по всем тарифам решить? Не может, не может, но доброе, что он смог это ответить. Товариство, не валите идею. Я очень надеюсь, что мы наберем 300 голосов в парламенте и что все, даже те, кто сейчас говорит про великие риски, згадают в первую очередь про людей. Дякую. Иван, сколько процентов голосов набрала ваша политическая сила на прошлых парламентских выборах в Покаховском районе? В Покаховском районе? Я вам скажу, приблизно 12%. Точно. Приблизно 12%. А сколько раз это улучшило или ухудшило ваш показатель за предыдущий раз? Я не... Доказать, что кто-то плохой специалист очень просто, поверьте мне. Олексей, Татьяна Острикова, скажите, пожалуйста, как на повышение минимальной зарплаты может отреагировать украинский бизнес? Перш за все, коллеги, я хочу, чтобы мы с вами зрозумели и всем честно сказали, что мы обговорюем. Это что у нас где-то в законопроекте зафиксировано? Нет. Это просто кинуть информационный привод. Мы обговорюем, а может быть какую-то концепцию, какую-то идею. Тут я вижу, эксперты с посмешкой на это отреагировали. Для того, чтобы говорить экспертно, чи это доброе, чи это погано, мы должны, по-перше, побачить, как это втелено в тексте законопроекта, чи отрезаны все тиши, тарифные разряды от минимальной зарплаты. Инша вещь, которую нужно нам всем пометать, что, например, у нас очень много показателей в законодательстве зафиксировано в минимальной зарплатах. Например, судовый сбор. Тепер вернуться до суду будет дороже, потому что там соответствующий процент от минимальной зарплаты. Например, адміністративная послуга. Вы хотите зарееструвать изменения до статута. На сегодняшний день это коштует близко 400 грн. Відповедно, с подвищением минимальной зарплаты, это будет коштуть, порахуйте, близко 900 грн. или более 1000 грн. И так далее. То есть, уряд, если он такую инициативу висловлю, он должен подумать, как это вплине на все другие вещи, которые по законодательству привязаны до размера минимальной зарплаты. И подать законодательство в пакете не только пропозиции до бюджета на 2017 р год, а и до всех других законов, чтобы люди могли послуги адміністративные в государстве оплачевать. Это первое. Другое, если мы будем говорить про думки экономистов, то экономисты вважают, что подвищение минимальных зарплатов это очень грубый инструмент такого ручного регулирования экономики. Я думаю, что тут эксперты присутні, они это подтвердят. И это делается на користь одним за рахунок других. Потому что, например, я хочу, чтобы нас сейчас почули спрощенцы. которые сплачут единый податок в процентах до минимальной зарплаты. Вы будете сплачивать больше. Вы будете сплачивать больше ЕСВ, вы будете сплачивать больше единого податка. Если мы говорим, что это влияет на пенсионеров и так далее, то нет. Потому что мы далее бачим, инициатива уряда поляга в том, что мы должны только минимальную зарплату, а при этом не подвищивать пенсию. Если мы говорим про ту идею, которую нам сейчас озвучил заступник министра Я останнє завершу. Наша фракция в пропозициях до бюджету, фракция Самокоміч висловила пропозицию до премьер-міністра привести минимальную зарплату до той реальної минимальной зарплаты, которая в экономике. На нашу думку, это 2,5 тысячи гривен, тобто 2 тысячи гривен на руки. Это дейсно пропозиция обрунтована не так ризка и не приведет до тех чинників, про які я говорила. Щодо минимальной зарплаты 3600, мы це звісно підтримуємо, якщо мы побачимо обрунтовані розрахунки уряду. 3200, не спешите. 3200, да, вибачте. Якщо мы побачимо обрунтовані розрахунки уряду, це раз, і ми побачимо пакет законодавства, який буде відв'язувати оті всі послуги, які я сказала, від минимальной зарплаты. Вопрос Елені Білан. Елена, вы как економічний експерт. Согласен з Татьяною, що цей рычаг був задействований слишком грубо, і як прокомментируєте слова Віктора Пинзенека, він сказав, що українська економічна в нынешній не може обеспечити такий уровень минимальні зарплаты, зато інфляція може. Ну, може чи не може економічна, на самом деле, потребує дуже серйозних розрахунок, які зараз, по крайній мере, не видно. Я думаю, що вони були проведені, надеюся на це, але коли вони будуть опубліковані, ми зможемо об цьому сказати, тому що от такого решення, дійсно, эффект абсолютно не очевидний. Я хочу напомнить о том, що все-таки одна із ідеї – це легалізація зарплат. Ми ще ні разу про це не говорили в этой студії. І от того, наскільки действительно сработає цей механізм легалізації, зависят і доходи бюджета, дополнительные от этого же действия, і в целом ефект на економіку. Поэтому, то, що говорять економісты, я поддерживаю в цьому плані Татьяну Острікову, що необхідні дуже серйозні розчёты, щоб понять окончательний общий ефект на все економіческие показатели. Понятно. Спасибо. Як увеличення минимальной зарплаты отразиться на полученні субсидій? Вот ещё очень важний вопрос. Именно вам я хотів задати этот вопрос. Пожалуйста, Віталій Мазачевича. Рахуют уже попередній рік. Рахуют попередній рік. В 2017-м році проблем не будет. По-перше, я хотів би сказати стосовно того, що це рішення не було спонтанне. І якщо взяти конкретный, абсолютно конкретный документ, такий як операційний план Кабінету Міністрів на 2016-й рік, то на 17-й сторінці саме передбачено виконання такого завдання, як осучаснення мінімальної заробітної плати або перегляду принципів її розрахунку, який саме передбачено на 4-й квартал 2016-го року. Що стосується житлових субсидій, якщо абсолютно чітко проаналізувати законодавство, яке на сьогоднішній день діє, то субсидія на опалювальний період 2016-2017 років розраховується на підставі даних про доходи, отримані за 15-й календарний рік. Календарний рік. Хорошо, але год пройде, Віталій, смітрите, год пройде, вот це увеличення до 3200, воно уменьшить кількість людей, які можуть отримувати субсидію или нет? Коли ми два місяці назад в цій студії збирались і обговорювали питання тарифів і як бути в майбутньому із значною кількостю отримувачів субсидій, то тут тоді ми говорили два аспекти. Перший – це підвищення ефективність. Абсолютно чітко, що в перспективі 2-3 років підвищення заробітних плат і починати потрібно з мінімальної заробітної плати вплине на можливість людей оплачувати комунальні послуги і відповідно на чисельність отримувачів субсидій. Понятно, спасибо. Зараз у мене вопрос Андрію Єрмолаеву і Владіміру Фісенко. Ви як політичні експерти, як відноситесь з тим заявлением, що це повищення зарплату вже підготовка к выборам весной? Маловероятна чи вероятна? Я к этому підійду, але, якщо завершити, нескільки реплик. Заразвішаю. Що роблять всі мої колеги і політики, і експерты, коли обсуждають идею 3200? Ми зараз виконяємо ту роботу, яка молча дознать Міністерство економіки і Міністерство фінансів. Обсчитують, спорюють, навіть як-то неловко, якщо хто-то вдруг трягає менше, 2500. Знаєте, хто так поступав? Так поступав когда-то противник генетики Лысенко, коли заставила крестьян вымачивати семена, займатися отбором хати. Почему? Потому що Советська Олась дуже переживала, чем займаються крестьяне, коли соберуть урожай. Не дай були будуть считати і готовитися і їх где-то хранити. Вот пусть займаються семенами. Так вот, ви сейчас выполняєте роботу, которая, воно, дозна було выполнено бути. Наконец, августа проведена парламентська дискуссія разных подходок к минималке, повышение которой признавали все. Куча законопроектов і ініціатив. Ну а вы прошли первое чтение, приняли бюджет, тишина, і вдруг, знаєте, як кролик у фокусника із шапки. А почему так поступили? Ну, как обычно поступають карточні шулеры? Они сначала лоху дають выиграть. Лох втягивается в игру, проигрывает он потом, і все сразу. Я прошу прощения, но так показывать, как управлять государство, могут только политические спекулянты. Нельзя играться с ориентирами. Кто сейчас скажет, что не нужно на 3200, 4500 или 10 тысяч? Да язык не повернется. А что за кадром? Полный провал с бюджетной политикой, отсутствие внятных расчетов, все втихую, и все пиар. Извините, задолбали пиаром. А что касается выборов? Почему так поступают? Так поступали когда-то с дорогами, когда по сусекам помили, помните, 18 миллиардов нашли. Сейчас оказывается, 3200 можно посчитать. Так считайте, пожалуйста. Почему? Страх. Вспомните, о чем шла речь от политиков-экспертов в Чехине лета. Октябрь-ноябрь, рост социального напряжения, тарифы, маленькие документы. А вот вам наступил октябрь. Промолчали, пока шли дебаты по парламенту, и когда наступает время тех самых платежек, вбрасывается идея 3200. И сейчас, я уверяю вас, депутатам деваться будет некуда. Они найдут формулу, как повысить минимальную заработную плату. И, наверное, это будет эффект на 2-3 месяца. А вот что будет весной? И здесь у меня вопрос совсем другого порядка. Я думаю, что правительство прекрасно понимает, что политика провалена. И на самом деле, бюджета по факту того самого эффективного нет. Почему? Потому что предложения по развитию, которые идут от оппозиционного блока, от Батькивщины, от партии Лешко, вообще не слышат. Другое дело, что, по всей видимости, обсуждая 3200, правительство вытащит еще одного кролика. То есть будут подарки еще к зиме? Я думаю, что речь будет идти о заигрывании с реальным сектором, о создании новых условий для поддержки. Почему? Потому что это все и есть начало предвыборной кампании. Потому что сейчас, во-первых, большинство людей демотивировано теперь протестом, потому что ждет, чем закончится спор о минимальных заплатах. Во-вторых, ждет новых инициатив, новых кроликов. А, извините мне, все оппоненты правительства как минимум на месяц оказались в дурацком положении оправдывающихся. Какие выводы? О чем стоит подумать? Некомпетентность правительства. Вообще, в таких ситуациях нужно ставить вопрос об ответственности. Потому что кулуарах молчать и делать это безответственность. Где трехсторонняя комиссия? Где мнение про союзов и товаропроизводителей? Позиция фракций, парламентские комитеты, альтернативные расчеты? Это первое условие. И второе условие. Раз уж на то пошло, где бюджет развития. Раз мы можем поместить по сусекам найти на транспорт и фонд на повышение зарплаты. На дороге. Совершенно верно. И последнее. Ну, услышите хотя бы советников. Бальцерой сегодня сделал громкое заявление. Люди, разработавшие мапу реформ, говорят, что мы вне реальной политики. Это, кстати, серьезный сигнал тем самым кредиторам, о котором так пекутся. Потому что сами советники кредиторам скажут, ребята, нас не слышат и играют за коробку. Это серьезнейший сигнал. Вот на это обратил особое внимание. Ну, кстати, вот о заявлении Лешика Бальцеровича он сегодня действительно заявил, что просто, я процитирую, просто повышением зарплаты проблему не решить. Нужно ускорять экономический рост реформы. И, кстати, сам Бальцерович, как реформатор, который действительно разрабатывал все этот пакет реформ, он не знал об этом. Для него это повышение было как зарплатный душ такой, знаете, как снег на голову. Почему, Евгений? Если вы все до этого просчитали. Катрин, а где моя Катрин? Помогите, пожалуйста. Евгений ответит на вопрос. Ну, если можно, я бы хотел бы шановным экспертам, мы трошки в предыстории, а думаю, что наши кроки, они как раз навпаки говорят трошки про ищи речи. Потому что наш уряд один из небольших и за много лет внис бюджет как раз вчасно. Мы провели обговорение из этого бюджета, коллеги. В Верховной Раде было дано все возможности для проведения такого обговорения. Кроме того, вы чекаете, не с другими показниками. Кроме того, у нас, мабуть, вы не знаете, что уряд подписал угоду трехстороннюю и три двести как раз находятся в рамках этой угоди. Поэтому мы как раз проводим переговоры с профсоюзами, с работодавцами и все эти вещи как раз проговорятся. Если вы думаете, что вы пропозиция народных депутатов не имеет соответствующих пропозиций, то вы помиляетесь. Вы тогда подивите, пожалуйста. Тогда игрок вы извините. Я абсолютно переконан в том, что те как раз кроки, которые делают уряд по прозорости, они дают возможность говорить прозорить. Я правильно зацепен 1600 гривен в декабре. Юрий Лещенко, вы у нас из бюджетного комитета. Ну скажите, что же все таки делать? Не повышать? У нас сегодня четыре члена бюджетного комитета. Не повышать нельзя, а тоже повысить. Я хотел бы, по-перше, отрегулировать на эту реплику чергового заступника Министра Финансов. Знаете, справа в том, что как минимум уряд это просто брехули. Это как минимум. Если забрать все другие моменты, по этому, я думаю, никто не может с этим встречаться. Чему? Вот как член бюджетного комитета доповидаю, что ревно за тиждень до того, как в середу этого тижня Гройсман забил эту сенсаційную заяву, ревно за тиждень до того, в середу минулого тижня, когда на бюджетном комитете обговорились, власне кажучи, поправки депутатів до бюджета в первом читании, то мне особисто Министр Финансов Данилюк, когда я пропонувал поднять минимальную заобитную плату буквально хотя бы на ревень инфляции покрити, хотя бы на належном чином останню 2-річную инфляцию покрити, не только то, что вы там намолювали за этот рік, он мне рассказал, что это абсолютный популізм, это неможливо, грошей на это немало, и в целом это я все выгадал. Это можно подвидеться в протоколе бюджетного комитета, который сейчас висит на сайте бюджетного комитета. Поэтому, когда вы рассказываете то, что вы все плановали, ну, это как минимум вы просто брешете, розумієте. А теперь, если говорить, скажемо, по сути, чи можно это, чи не можно это поднимать, безперечно, минимальную заобитную плату нужно поднимать и ее можно поднимать. Безперечно. И насправді, уряд это чудово знал. И единственный причин, почему уряд этого не работал спочатку и не хотел этого это, потому что они просто-напросто уряд клептократов, которым краще державные финансы разкрадали, в себе покешения весь народ знает, что это реальность, замість того, чтобы належным чином допомагать социально-захистным верстам населення. Но когда начали, побачили какие-то секретные свои социологические опитывания, когда поднялась величезная буча про депутатские зарплати, когда начали выходить в декларации, то, конечно, нужно было бы дать какую-то реакцию, сбалансировать суспільный гнів. И поэтому, нарешті, пішли на абсолютно цей правильный крок. А вот теперь питание, как этот крок можно сделать правильно и взять абсолютно наявные в экономике ресурсы, наявные ресурсы, закрить податковые погалини, закрить, например, звездки ресурсы, хай Министерство финансов запопонует скасовать нарешті угоду про уникнение подвижного податкования за республикой Кипр, хай нарешті разбереться с трансферным ціноутворением, хай запроводить прогрессивное податкование. Тобто, ці ресурсы в экономике есть. Если выкористите ці ресурсы, перерозподелите наявные ресурсы, тогда не будет никаких проблем. наш зритель в этих ресурсах хорошо разбирается, мы постоянно разбираем их по темам, даже в подробностях недели рассказываем. Сколько денег уходит из отзыва. Тогда инфляции не будет, все будет нормально. Но, если этого не сделать, не сделать, оставить все, как есть, оставить эти податковые дырки, оставить своих людей в государственной кормушке, и просто поднять без этих моментов, тогда без сперечения, как сказал пензенник, тогда будет инфляция. Будет инфляция. Потому что будет использоваться не реальные возможности экономики, а будет использоваться в лапках, назовем это так, скажем, на загал станок национального банка. Раз уж вы затронули скандал с депутатскими зарплатами, хочу, Ира, ну вот может вы ответите, а на депутатских зарплатах отразится, кстати, это повышение минималки или нет? Станете получать еще больше? но там же есть какие-то категории, которые вообще не привязаны к минимальной депутатской не привязаны к минимальной. Принайменно, пан министр вчера в прямом эфире это комментировал таким чином, что какие-то категории, в том числе это комментировал с этими категориями, которые не привязаны к минимальной зарплате. А ваши отношения? Вы пока еще не выступали. Если мы говорим про поднятение зарплаты депутатам, то я, принаймні, думаю, что в втором будет решать это вопрос о том, каким чином сделать. Насправдя сейчас коллапс сейчас закрыто до в втором мы не знаем, что будет в своем плане. Мы не знаем, будут поднятить зарплаты, не будут, потому что по работе не подписывают постанову с одной стороны и с другой. Он обязан подписывать постанову. Если они хотят нести изменения, они должны подписывать и внести другую постанову на голосование. Абсолютно голосование. Абсолютно голосование. Тоді мы не проголосовали, виходит, что бюджет в первом вчителе. Тут какие-то стиковки. Незважаючи на то, что мы обговорим в принципе бюджет, я хотел бы сказать, что досить чётко обговорили экономичные показники и очень много зауважений. Я уверен, что много зауважений влучными. Но вопрос еще и в том, что тут важливая социальная складыва. А социальная складыва давно на час. Люди чекают на это покращение роками. Давайте нехай его не чувствуют его в своих кишенях. Дякую. Юрий Владимир, вы следующее. Я погоджусь с тем, что уряд долгое время молчал про 3200 и за один неделю изменил позицию. У меня вопрос, если они правильно все пораховали. Но я выходу из других позиций. Мы перейшли на рынковые формы в экономике. И Робоча сила так же мает свою плату. И мы на сегодняшний день в Схидной Европе, в Центральной Европе наименшую маем собевартість рабочей сили. Но если мы уже перейшли на рынковую экономику и мы за все платим в рынковой площадке, то за рабочую силу треба платить так же рынковую партию. И все равно эти 3200 это не рынковая заменшена. Поэтому я думаю, что это правильный крок и однозначно, что радикальная партия поддерживает этот крок. Инше вопрос. Есть побоев экспертов? Я бы хотел очень четко почувствовать от Кабинета министров эти резервы, потому что в первом в бюджете не было этих резервов. И они говорили, что других резервов немало, ни для освитян, ни для медиков, ни для кого больше. А тут я хочу бачить резерв. Если этот резерв перекладается на бизнес за счет подъема податков, то у меня вопрос, как балансировать, чтобы он не ушел в тень. Потому что бизнесмен готовый больше платить своему працивнику, чтобы мотивировать до працы. Но если мы не усунемо эту систему, что он дотует хабарника чиновника, хабарника податковца, хабарника прокурора, хабарника судью, то, вибачте, он пиде в тень. То есть, то уряд сделал большой выклад. Он является позитивным, целиком позитивным. Потому что, чтобы обеспечить, чтобы бизнесмен платив 3200 минималку, он должен дать ресурс бизнесмену. Чистый, открытый, справедый, экономически оборудованный общество и чиновника. Если этот испыц уряд не сдать за полтора буквально, то мы увидим действительно, что за счет ИСВ и податков на доходы граждан не выполняют эти две статьи, потому что бизнес уйдет в тень. И это будет показником. Поэтому мы однозначно поддержимаем. Вы еще поблагодарите, скажите спасибо большое, разрешили. Мы тут 3 месяца свои законопроекты. Буквально по несколько слов Ира и Алена, и затем Евгений ответит на что это, а Владимир будет финализировать тему. У вас почетная миссия. Я буквально 2 секунды на репліку Юрия еще до того, что он абсолютно верно говорит, что бизнесмен має розуміти, что он витрачает гроши и сплачивает заработную плату, но не датуя хабарника-милиционера и так далее. И тут у меня не просто пропозиция, а констатация. Слушайте, друзья, мы створили Национальное агентство потенцио-запобегания для протидії корупции. Мы створили НАБОГ. Мы створили антикорупционную прокуратуру. Мы реформовали милицию в полицию. Мы им дали и заклали шаленые кошты заработных плат в проект бюджета. Будь ласка, они должны продемонстрировать свои результаты. Потому что их результаты это в том числе наши результаты. Мы голосовали за эти законопроекты. Кто голосовал, кто не голосовал за эту мейчину. Алена, вы давно просили слово, только прошу коротко. Я скажу важливую речь. Депутатские зарплати зараз не подвязаны до минимальной заработной платы, потому что это не подписал. Возможно, это частые депутаты. Хотя я вважаю, что должны быть подвязаны под конкретную количество минимальных заработных плат, чтобы мы могли сборвать минимальные заработные платы, сборвать не себя. Они как раз по закону Госудебы не как раз привязаны. Депутаты-недержавные службы А державные службы Мы подвязали зарплати всех державных службов под конкретную тарифную сетку минимальных заработных плат. Потому что державный службовец мае реформировать реформы. Для этого он м어�oute, что я сделаю хорошую реформу пенсийного фонда, отримую больше пенсии. Я сделаю реформу Министерства финансов. Поэтому получить более зарплату. Но как раз Министерство финансов, если я restra N South Korea, не не хочет этого делать. То есть вы установите минимальную Он мает понимать, что я сделаю хорошую реформу пенсионного фонда, получаю больше пенсии, сделаю реформу Министерства финансов, получаю больше зарплату. Но как раз Министерство финансов, если я не ошибаюсь, не хочет этого делать. То есть вы установите минимальную заработную плату, и государственный службовец, который получил 1200 грн, будет сейчас получать 3200. И все другие его начальники, которые получили 3200, будут получать 3200. Но это неправильно. Но у меня, давайте, важно, какая у меня проблема с этим решением. По-перше, я бы хотела, как депутат, бачить хоть какую-то дискуссию, розрахунки до того, как вы до нас приходите, вот с этим кроликом. По-друге, какие есть варианты? Вы можете просто сделать гиперинфляцию, надрукувать эти деньги. Я сподіваюсь, что уряд не настолько камикадзе, чтобы это сделать. Мы уже имели уряд камикадзе. Алена, я просил коротко, закругляйтесь с вопросом. Друге, вы можете что сделать? Вы можете, как государственные службы, подняться, погодиться с нами, но на самом деле не подняться, змусить всех пить в отпуск за свой рахунок. И это не нормально. Алена, я вот сейчас... Нет, я сниму этот вопрос про госслужащих. Ну, неинтересно. Нет, украинцам неинтересно. Слушайте, у нас 200 тысяч рублей. Им сейчас интересно, им 3-200 хотя бы дадут или нет. А сколько чиновники получают, повысят им зарплату или нет? Извините, даже мне неинтересно. Они сейчас декларируют миллионы, миллионы долларов под матрасом, зарабатывая при этом до 10 тысяч гривен в месяц. Алена, ну неинтересно мне слушать... Ну, чиновник в селе, хорошо. Ну, разве что в селе. Евгений, нет, Евгений отвечает на поставленные вопросы. Алена, у меня время не резиново, извините. Ну, вы не даете закинчить просто, но это же важливые вещи. Вы продолжите в следующем часе. Можно, несколько комментариев сразу с приводу действий уряду. Вот, как были назначены Кипер, у нас и податковый кодекс, правильно? Я бы хотел бы назначить с приводу Кипера, как раз подписана угода, которая уменьшает возможности взложивания и выведет капитал. И вся угода принята Кабинетом Министром. И она будет внесена, это по-перше. По-друге, на сегодня уряд принял изменения до податкового кодексу, которые полегшают ведение бизнеса, закрывают дырки, которые есть. Как раз антикорупционный, который дает возможность развиваться нашему бизнесу. Это, по-перше. По-друге, минимальная заработная плата, она отракована как раз на то, чтобы обеспечить певный социальный уровень наших наименхозахищенных категорій. Поэтому как раз и было предложено, и премьер-министр еще зазначил, что мы должны как раз связать заработные платы судей, которые не такие маленькие, заработные платы других прокуроров, других категорій, которые сегодня получают достаточно большую заработную плату. А минимальная заработная плата, она должна быть ориентирована на защиту как раз наименхозабеспеченных слоев населения. Ну дай Бог, чтобы так и было. Вы долго ждали от меня слова. Сейчас я даю вам просто главную роль. Вы выходите на авансцену. Нет. Вместе с вами мы смотрим результаты нашего опроса. Наши зрители слушали эту дискуссию и отвечали на вопрос, «Справедлива ли минимальная зарплата в Украине в размере 3200 гривен». Да, этого хватит, сказали, 30%. Нужно еще повышать аппетиты. Растут у населения. Независимо от количества увеличений, ну это понятно, люди обнищали. Естественно. Потому что абсолютно согласен, себестоимость рабочей силы должна включать в себя в том числе и тарифы. И нужно повышать это. Да, поэтому плюс еще эффект на пенсии. Просто это не сразу сработает, а на следующий год. За счет более высоких заработных плат будут больше единый социальный снос, будут больше надходжения до пенсионного фонда. Соответственно, уже в следующем году должны вырасти и пенсии. Просто не сразу это получится. И вот тут надо быть реалистом. Чудо не получится. В один момент все не вырастет. Но этот шаг нужно делать. Да, просто. Вот тут следующий момент, который я тоже могу подтвердить. Надо сейчас все рассчитывать. Я думаю, что в ближайшие недели и Минфин, и правительство такие расчеты представит. Потому что тут на самом деле ситуация непростая. Есть как положительный эффект. Вот я уже сказал. Должен увеличиться единый социальный взнос. Насколько? Надо считать. Эти деньги пойдут опять-таки в бюджет, который будет его наполнять. Да, это может помочь наполнить, хотя и не полностью, пенсионный фонд. Это может усилить потребительский спрос. Есть, конечно, риски инфляции. Вот я читал информацию на Украинской правде, что 2%. Владимир, хочу сказать, что есть у нас риски не только инфляции. У нас же ведь есть риски и невыполнения бюджета 2017. А тогда не то, что на минималку 3200 не хватит. Не хватит и на выплату пенсии. Здесь нам могут помочь иностранные кредиторы. Аппетитов у нашего правительства аж на 9 миллиардов кредитов на следующий год. Без них бюджет вряд ли будет выполнен. Увидим ли мы эти деньги? Разберемся во второй части. Перерыв будет небольшим. Дождитесь. Это черное зеркало. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Прошлый час я закончил очень громкой и большой цифрой. 9 миллиардов долларов. Столько Украина хочет получить в 2017 году от Запада. Но что нужно будет сделать за эти 9 миллиардов долларов? И может ли Украина выжить без этого допинга, в частности от МВФ? Продолжаем, дорогие гости. Приветствую вновь прибывших. Ну что ж, Нацбанк и правительство ведет сейчас борьбу за очередной транш кредита от МВФ. Четвертый уже транш в рамках этой программы. 1,3 миллиарда долларов. Планируют его получить в январе следующего года. Насколько высоки шансы? Елена, может быть вы начнете как экономический эксперт? Да. Значит, следующий транш планируется в сумме 1,3 миллиарда долларов. И планируется он на середину ноября получение денег. То есть на следующей неделе приезжает миссия. Ноября или января? В середине ноября. Следующего года? Этого? Нет, этого года. А, уже так быстро? Это в этом году, да, средства. А в следующем году будет еще 4 транша, которые планируются. И один из них в начале года 2 миллиарда долларов. То есть по нарастающей пока идет. Вот, поэтому на следующей неделе прибудут эксперты миссии МВФ. Это уже подтвердил сам Международный валютный фонд. Которые будут оценивать ситуацию в стране экономическую. То, как украинские власти. А я хочу подчеркнуть, что это не только правительство и национальный банк. Там стоит и подпись президента под этим меморандумом. То есть, соответственно, Верховная Рада, конечно, не может, не могут все подписать. Но, в принципе, это все власти Украины, в том числе Верховная Рада. Как выполняются те договоренности. Еще раз подчеркну. Не условия. Никто нам их не навязывает. Это договоренности, которые органы власти берут на себя и в процессе переговора с МВФ. По результатам этой миссии будет понятно, сможет ли Украина получить эти средства. Насколько успешным будет этот визит? Татьяна, вы хотели что-то дополнить? Я хотела, знаете, вместить такую самовольную думку эксперта про то, что стоит подписей всей влады Украины. При этом Украина парламентская, президентская республика. Підписей жодного парламента там немало. Головы Верховной Ради там немало. Парламент не видит всё. Притому, тихи, кто там подписался, берут обязательства от Украины. Бои пишут, что там мы обязываем, а не мы домовляемся. Мы обязуемся ухвалить пенсийную реформу до такого-то числа. Мы обязаны сделать это-то-то. Так вот, жодного парламентаря там нет. Это просто несвязанно. Эксперт сказал, какое ставление общества у нас до парламента. У нас есть коалиционный уряд. Коалиционный уряд. Парламент призначил уряд, чтобы выполнить коалиционную угоду. Вибачте, поалиции нет. Голосование за законы не приходит. Это не вина Елены, не нападайте на меня. Парламент, это чуть больше, чем 400 депутатов. И подписчиков жодного парламентаря там нет. И в парламентской республике. Повинен парламент подвиживать, что уряд будет подать. Горячая дискуссия обещает быть. Давай, всем наливайся. Дарма мы отпустили уряд. Потому что, насправда, надо было дивиться, если им было в очи. И сейчас говорить правду, а мы им скажем. Ну, хай премьер-министр включить интер и подивиться. Вы очень правильно говорите. Премьер-министр коалиционный, або не не очень, не знает английской мовы. Что он подписал? Вы знаете? Доброе. Давайте скажем теперь людям, что он, насправдю, он подписал. И что уряд, и это уже вернение до всех парламентарей, до этого времени боится оприлюднити. И не оприлюднюет даже на официальном веб-портале Кабмена и администрирования. Половину с домовленостей не оприлюднюют. А какую самую половину не оприлюднюют? А ту самую, где чётко вказуется, сколько денег пиде, вдумайтесь, в сотни миллиардов гривен на докапитализацию банков. Причому банки, которых Гонтарева загубила, в том числе, которая поставила подписчик, она, наконец, знает английский, на докапитализацию, а не на повышение пенсии. Так же, как тут вказается, за секреченных чему-то до этого времени, только в Украине и только украинским урядам. Вказуется и иншее. Перше, что уряд обязался, и до этого времени не выполнял, мае оприлюднити все государственные предприятия, статки этих предприятий, менеджмент, який прибуток они приносят, и самое главное, как уряд собирается повышать их эффективность. Что еще уряд приховал? Приховал, что 6 Обленерго будут продавать в этом году. Это иншие, их статки им невыгодно продавать, ни в России, ни в Литвии, ни в Німеччине. В Украине будут народное майно продавать, державное майно. ОПЗ, Одесский припортовый, по цене металобрухту дисконтуют, то есть снижают, продают. И это записали, так или нет, вот подтвердить, есть это в документах, есть. Кроме того, есть Центр Энерго, и все это с конкретными терминами. Термин, знаете, когда всплывается? В жовтні, распродать те, что я назвал, в квитне, наступного года для населения, чего боятся же сказать, подвищают еще раз цину на газ. Депутаты про это точно не знают, граждане Украины про это точно не знают. Я до чего все это сейчас навожу? Чтобы величезные кредиты, которые дальше будут брать, на каждого гражданина Украины, на пенсионера, депутата, не важно, військового, работников медицины, берут на всех, а выкористовывают, без згоди парламенту, и обещают МВФ, на приватизацию, на докапитализацию банков, где, на самом деле, мало б спрацювать совсем другая экономическая модель. А если уже берете обязанность, то хотя бы честно, говорите и спрямовуйте, действительно, на пенсии и на зарплаты. Ну, обязательства и договоренности, их можно назвать по-разному, но тем не менее, в ближайшее время Верховной Раде все-таки предстоит рассматривать все эти острые вопросы, назовем их так. В частности, я уверен, что сейчас зрители больше всего волнуют вопрос об изменениях в пенсионное законодательство. Юрий, вы взянете руку, вы хотите дополнить мою мысль или что? Не, ну, по этой теме, конечно. Пожалуйста, увеличение пенсии грозит все-таки украинцам или нет? Ради транша МВФ. Однозначно, что есть обязанность уряда, и мы бы на заседании фракции задавали питание Гройсману. Чи плануют они в этом году в межах пенсийной реформы подвищевать пенсийный век? На что Гройсман не ответил, что нет, а он начал рассказывать, что в Европе пенсийный век выше и так далее. То есть это мы делаем чуткое свидетельство. И я хочу подтвердить, просто доповидаючи, Валентина, про то, что, на жаль, сегодня, как президент по Минским угодам, много чего не говорили, про что подписывали, и не мали права это подписывать. Так само по МВСовским угодам уряд на себе бере невластивые повноважения и бере зобовязания перед святом за парламент, что парламент прийме им такую пенсийную реформу с подвищенным пенсийным фондом, что парламент прийме решение про продаж земли, без законов про рынок земли, так, уже буквально. То есть они берут на себе невластивые зобовязания. И это, до речи, конфликт, это сообщественный, потому что, когда один орган бере на себя зобовязания, и далее его свят будет давить, потому что он профинансировал это кредитами, которые никто не знает, куда идут, за эти годы пошли, и это не понимают, куда пошло. На рекапитализацию банки мы уже видели, до чего это привезло, инфляция. И далее, что происходит, что уряд будет заставлять вместе с президентом парламент выполнять то, на что он не обязался. И это будет конфликтом в парламенте. Но если условия или договоренности, опять же, оговариваются, настолько кабальные, возможно, стоит подумать, что в Украине нужно все-таки искать средства где-то не в МВФ, а искать их в стране, Иван Крулько, как вы считаете, достаточно ли у Украины о серых схемах, вы очень хорошо говорили в первом часе, вот этих денег, если вывести все их из тени, их хватило бы, чтобы прожить спокойно без транша МВФ? Не задумываясь о повышении пенсии, о продаже предприятий и так далее, пожалуйста. Давайте я хотел бы разделить, это очень важное вопрос, на две части. Первая часть, это, что нужно Украине спортироваться с Международным валютным фондом. Во-первых, Международный валютный фонд это единственная институция в свете, которая готова хоть что-то позичать в Украине. Спортировка с МВФ открывает другие возможности для макроэкономической помощи Украине. С этой точки зрения спорта с МВФ правильная. Но вопрос на каких условиях. И вот тут у меня просто прохание до всех выполнительных власти, которые проводят, потому что парламент не имеет повноважения проводить ни с МВФ, ни с кем еще. А это вопрос выполнительной влады. Не прохание, а прямая использоваться национальным интересом при проведении любых переговоров с МВФ. Потому что, на самом деле, понимаете, мы в парламенте требовали несколько недель пленарных, чтобы нам оприлюднили, и это говорила фракция Батьковщина публично, оприлюднить меморандум, который подписан из МВФ. Нам сначала говорили, что никакого меморандума нет. Когда он появился на одном из интернет-ресурсов, мы его показали. Он появился на сайте МВФ. А через два недели он появился на сайте МВФ. И тогда уже уряд не мог спростовать, что нет. И, кстати, то, что появилось в интернете, на 100% ответило, что потом оприлюдил МВФ. Поэтому, когда мы говорили, что в подписанных меморандумах из МВФ ховается закрытие сельских, закрытие медицинских закладов, когда мы говорили, что там ховается повышение пенсионного века, когда мы говорили, что там приватизация по пункту расписано стратегических предприятий таких как Энергоатом, морские порты, центр Энерго и так далее, и так далее, что продавать не можно, особенно в кризу, да и вообще это продавать не можно, потому что они приносят прибыль для государства. Нам говорили, вы говорите популізм. На самом деле это все в МВФ. И я как раз скажу, что когда подписывал этот договор, мне кажется, что на второй план произошли национальные интересы, а на первый план произошло божание, которое могло швидше отримать транш МВФ, для того, чтобы иметь возможность его по уже известных схемах продолжить осваивать. Ось в чём главная проблема. И в этом контексте, я маю сказать, что мы, как Батьковщина, не можем погодиться с такими условиями, которые были подписаны в Мемораду. Больше того, я вам хочу сказать, что нема в парламенте голосов, которые на сегодняшний день проголосуют за подвищение пенсионного века, за то, чтобы продать стратегические украинские предприятия. И уже зараз понимали, что уряду нужно снова проводить переговоры с МВФ, снова делать те условия, которые должны базироваться на национальных интересах Украины. Спасибо, Иван. Но тогда возникает вопрос, в каком интересном положении окажется коалиция. Что вы скажете, Сергей? Вы будете голосовать за все эти изменения? И вообще верите в то, что хоть одно из них пройдет успешное голосование в России? Во-первых, я хотел сказать, что давайте не лякать украинский народ. Иван, я не хотел бы, чтобы это переглядало, мы в нормальных людских стосунках, я, Иван, хотел бы, чтобы это не глядало, как дискуссия политичная, но я хотел бы, чтобы ты показал все, что ты сейчас сказал по пунктам в меморандуме англійською или украинской мовы. Украинская мова появится вот-вторых. Я сделал запит с трибуны Верховной Ради с проханием до Министра финансов, чтобы он дав украинский переклад, Сергей, вы извините, но у меня сразу возникает два вопроса. Почему оно не появилось раньше, чем было опубликовано на сайте МВФ? И второй вопрос, ну неужели в стране не хватает квалифицированных переводчиков, чтобы больше месяца переводить этот документ? Кілька тижнів тому мы шли на передачу до вас и готовились к обговорению меморандума, присвятили не так много времени, но готовясь до этого эфира, я заяснил ситуацию. Первый вариант, который не был подписан с ними. То есть чернетку или версию, которая кем-то планировалася. И все дали оцю сенсации про рынок земли, про садочки, еще какие-то страшилки. Их там не было, но я там не увидел. Я читал україномовную версию, но не официальный переклад. Я реально занимался, я, в речи, раджу всем політикам державного и местного уровня меморандуму. Просто прочитайте меморандум, он реально подвищает базовый уровень вашего понимания, что происходит в стране. Потому что там есть ответ, и коррегирование каждого меморандума фиксирует, что изменилось в стране за этот период. Что-то может подобаться, что-то может не подобаться в нём. Потому что кредитер выставляет такие требования. Он хочет видеть сбалансованную экономику, сбалансованный бюджет и понимание, что когда-то ему эти деньги повернут. Вот что хочет кредитер. Но только ли это хотя бы Я думаю, что нужно немножко сказать о других вещах. О том, что у нас на сегодняшний день долговые обязательства по итогам 2017 года превысят объём валово-внутреннего продукта годового. И уровень соотношения он составляет не более 60% для нормальных стран, а за 60% уже идут разные, скажем так, похожие на дефолтные явления. Если я не прав, может меня поправят экономические эксперты. Что касается ситуации, что делает наше правительство, абсолютно нет путей, как мы эти деньги будем возвращать. Я напомню вам одну вещь, которую мы так сильно радовались, вернее, радовалось тогдашнее правительство Яценюка в 2015 году, когда вроде реструктуризировали наши обязательства на 5 лет, 5 миллиардов до 2020 года. С 2020 года мы будем практически весь рост нашего ВВП отдавать нашим кредиторам. При этом, когда сегодня премьер в Париже говорил о том, что вот у нас начался рост ВВП, то надо понимать, что это все величина относительная, потому что если мы упали за практически 25% в той или иной отрасли и в целом, то соответственно там этот рост 1-2% он фактически ничего не решает, а относительный рост всегда будет. А говорилось в этих документах, когда подписывалась реструктуризация, именно об относительном росте, и соответственно мы сделали реструктуризацию на абсолютно кабальных условиях. Правительство совершенно не предлагает пути, как мы эти деньги будут возвращаться будущими поколениями. Я сейчас не хочу говорить громкие фразы нашими детьми и внуками, но это абсолютная правда, потому что в этом бюджете мы говорили о минимальной заработной плате, это очень важная вещь, но совершенно нет шагов, как собирается правительство поднимать реальный сектор экономики. Как правительство собирается действительно добиваться роста валового внутреннего продукта, создавать рабочие места, поддерживать те отрасли, которые действительно являются бюджетнообразующими для страны. Поэтому, если говорить о МВФ-овских деньгах, это определенный инструмент на определенном этапе, но это никак не может быть целью, стратегической целью, у нас все бюджеты подогнаны под то, чтобы получить кредит МВФ. Получили, дальше что? Кому от этого... Не будут деньги МВФ в бюджет. Никогда, скажите. Вы говорите, не будут бюджет. Перестаньте передергивать. Я сказал о том, вы вспомните, как голосовала коалиция бюджет 2016 года. Говорили, что если не проголосуют бюджет 2016 года, МВФ не даст деньги. МВФ дал деньги только фактически в конце 2016 года. Деньги идут нацбанк. Нацбанк для резервов. Нацбанк потом, нацбанк потом, по просьбе правительства. Правительство имитирует АВГЗ, нацбанк их выкупает и таким образом деньги уходят в бюджет. Так точно так же в правительстве Азарова. Николай Загарев, Владимир, сейчас вытаскивайся. Пришел до правительства Азарова. А потому что не большие долги были тогда. Правительства Азарова три года нет. Если сравнить, что было при правительстве Азарова, то долги увеличились в три больше раза. Давайте о попередниках пока не будем. Вы заговорили о том, как будут выживать будущее поколение. Мне кажется, что пока нужно подумать и о поколении нынешнего. Владимир, послушайте меня. Извините. Владимир, думают ли сейчас политики о том, на какие риски, чем они рискуют, рассматривая все вот эти требования МВФ в парламенте? Смотрите, стране угрожают на сегодняшний день пенсионными майданами, тарифными майданами. В принципе, вероятность того, что люди, получив новые платежки и не имея денег, не дожив до 3-200 в январе, могут выйти на акции протеста, есть. Не знаю, насколько высока. Я не социолог и не эксперт. Но очень часто об этом говорят. Рассмотрение рынка земли не выведет ли на улице крестьян? Рассмотрение пенсионного возраста не выведет ли полстраны на улице? Должна ли думать власть об этом и оглядываться на народ? Простой ответ. Думают. И, во-первых, я напомню, депутаты прекрасно знают, они проголосовали моратории по земле. Еще на год проголосовали, да. По пенсионной реформе ее надо рассматривать. Предыдущее правительство, правительство Азарова попыталось начать, а потом испугались и закончили. Рано или поздно ее придется делать. И рано или поздно придется решать, это моя субъективная точка зрения, я сам, вот, в предпенсионном возрасте. Так вот, рано или поздно придется решать вопрос. Ну, так вот получилось, да. Так вот, придется решать эту проблему. Никуда мы от этого не денемся. У поляков, вот там были протесты, я лично видел, как там профсоюзы выводили десятки тысяч людей против повышения пенсионного возраста. Риски есть и у нас. Хотя у нас по экономическим проблемам выводили только один раз людей на улице. Это налоговый Майдан. По пенсионной реформе не было Майдана, по другим вопросам тоже не было Майдана. Хотя фермеры, ряд других целевых групп очень активно протестуют против этого. И на мой взгляд, с фермерами просто надо работать. Им надо дать возможность постепенно выкупать ту землю, которую они арендуют. И насколько я знаю, вот я спрашивал Тараса Кутового, министра, он говорит, что они в принципе работают над этим, хотя это вопрос очень рискованный. Теперь по поводу меморандума. Вот Валентина Леваченко, я думаю, что если бы он был честным до конца, он бы вспомнил. В времена Ющенко, когда правительство Тимошенко, кстати говоря, тоже подписывало меморандум на схожих условиях. И потом, я сейчас закончу, вы скажете. Я дам ответить, Валентина. Потом не выполнили его, потому что риски были большие. Азаров подписал большие. Скажу честно, похожая ситуация... Но и денег не получили в результате. Нет, они получили. Мы, по-моему, дольше третьего никогда не получали. Первые транши получали, потом, скажем так, не выполняли. Такой риск есть и сейчас. Хотя это правительство, оно старается быть чуть-чуть более последовательным, но в любом случае все эти законы придется проводить через Верховную Раду. И если не будет согласия и компромисса с депутатами по всем этим вопросам, продвижения вперед не будет. Но я на что хочу обратить внимание. На мой взгляд, вот когда говорят, мы проживем или не проживем без денег МВФ, в более худшей экономической ситуации в этом году прожили почти год без этих денег. В будущем году, я думаю, что рисков будет меньше. И на самом деле делают не в деньгах МВФ. К этим деньгам были привязаны кредитные гарантии Соединенных Штатов, Европейского Союза, кредитование Европейского банка реконструкции развития и так далее. Вот тут об этом нужно думать, поэтому, скорее всего, правительство будет искать компромисс с парламентом и с международным кредитом. Сотрудничество с МВФ это маркер для иностранных кредитов. Валентин Корректор, пожалуйста. Дуже важливую тему вы зачепили для Нацбезпеки в 2005-2006-2007 в годах было важливо виштовхнуть и снищить на украинском рынке российских газовых посередников. И вот за это и тогда и взялись и довели до конца и до ума. И приуряд Тимошенко, Юлия Тимошенко особисто, и наливающиеся тогда в ответ за безопасность единого, кто ее поддерживает. И до конца это справа выполнена. А тогда была угода за часы Кьюшенко 6-го года и 9-го года. Вы задали питание до конца и отверто давайте и скажем. Что есть в меморандуме за 73 теперь годины? Мают быть закинчены электронные декларирования? Чего? Урядовцы, депутаты и так далее. В меморандуме есть, есть эксперты, которые подтвердят, подписаны, что уряд Министерства экономики конкретно английской мовой перекладить же украинскую, взял на себя обязанное в жовтні, вот давайте возьмем на контроль что сделают. Оприлюднить на своем сайте все государственные предприятия, менеджмент, сколько зарабатывают, какая властность. Чему до этого часа ничего не сделано? Жовтень. Идем далее по обязанностям, прямо по тексту, которого, на жаль, граждане не видели. Перекладите и повесьте. У нас общество много чего не видело, как и подписи под колесом с соглашениями. Иван обещал сказать, если вы не видели, увидите. Да, Тарас, Алена, что у вас там такое срочное? Я нашла просто меморандум, тут коллега спростовував какие-то речи, которые говорили. Мне коллега Валентин Криво. Поделитесь тогда просто адресом, хорошо? Я хочу выяснить. Двух секунд. Я хочу выяснить. Я нашла до этого заявления, звичайно. Я только репліку скажу, потому что Сергей вирішил в рамках бюджетного комитета подискутывать с коллегами. Сергей, я сделал замість вас работу. Я нашел на гугле меморандум ЗМВФ, вам передав. Якщо ви не полянуєтеся, прочитайте, якщо ні, я вам дам підкреслені норми, де ви побачите і питання продажу землі СГП-значення, і питання приватизації по пункту стратегічних підприємств, і питання закриття шкіл оптимізації і медичних закладів, і так далі. Це все ви побачите. Це все ви побачите в цьому меморандумі, якщо я прочитаю. По пенсійній реформі, абсолютно все. При чому, я вам більше того скажу, ще простіше, він українською мовою. Українською. Бо я його читав у першій версії англійської. Він зараз український, і ви його маєте. І ще один момент. Пане Володимире, я вам просто хочу сказати таку річ. Дуже популярна, коли втрачаються аргументи, згадувати часи уряду Юлії Тимошенко. Я ж вас не перебивав. Ну, почекайте. Я вас не перебивав. Ну, послухайте. Ну, ви себе ведете просто абсолютно. Почекайте. Я вам просто хочу сказати. Так от я вам хочу сказати дуже просту річ. Що кожен раз, коли ви згадуєте уряд Юлії Тимошенко, згадуєте при цьому, як звичайний українець жив при уряді Юлії Тимошенко, і як він живе зараз з цими тарифами і з цими заробітними платами і пенсіями, які є сьогодні. Ой, на скользку дорогу ви питались тільки, що встать, Іван, уведу вас от этого разговора. Андрей Ермолаїв. Спасибо. Ви оживились, ви оживились, ви оживились на протестной теме или мне показалось? Нет, вам показалось. Я оживился по поводу святых людей, аттракцион кешевого, богатства которых мы сейчас все наблюдаем. Они все святые. Вы знаете, когда страны зависят от одного кредитора, это когда больше никто им не доверяет. И это же правда, что все правительства воровали и, кстати, кидали и АМВФ, и там знают, что как первый траж, так сразу начинают обманывать. Проблема-то в другом. Мы же говорим о 2016-м годе, об этой осени, об этом правительстве и об этой коалиции. Вот первое. Я так отреагировал тогда на эту 3200 как идея. Вот тут 3200 как идея. То же самое с меморандумом. Проблема же не в том, что у правительства от имени законодателя, от имени страны ведет переговоры, подписывает соглашения, меморандумы. Оно имеет на то право. Проблема в другом, что каждый раз мы узнаем о том, какие взятые обязательства и что когда нужно делать по факту. Извините, берут на понт. Ну, это хорошо, что в последний момент моратории. Но разве мораторий это вообще политика? Вы каждый раз будете так латать дырку, чтобы фермирую вас не снесли? Разве это земельная политика? А ситуация, которая возникает у нас сейчас с кредитами на следующий год. МВФ будет работать с Украиной в части сотрудничества с Нацбанком только в пределах того, как и когда регулярно мы отдаем уже взятые кредиты. Все, коллеги, больших денег связанных с Нацбанком и МВФ не будет. Вопрос состоит немножко сейчас в другом. Почему постоянно с Украины уходит Шелл? Почему здесь не работает Филипс, а работает с Белоруссией? Почему тут не работает крупная программа СТНК? По очень простой причине. Ни одной долгосрочной крупной программы в сериальном секторе нет. Правила меняются. К сожалению, постоянное крышевание со стороны правительства таких коррупционных схем налицо. И это знает МВФ. Поэтому вот эти требования посадить, отследить у них в первых пунктах. Тарас. Ну и в завершение, в завершение, я бы поставил следующий вопрос. Я услышал членов коалиции. А ведь действительно для вас появление полного текста меморандума этих обязательств это де-факто отказ от вашего коалиционного соглашения. Выносите этот вопрос. Потому что или ваша коалиция работает по вашей программе и тогда все, что подпишет правительству это реализация вашей программы или тогда вам нужно подумать либо о новом составе коалиции, либо о новом составе правительства. О новом составе правительства вы еще не думаете? Тарас Загородович. Я хочу развеяти деякие мифы стосовно того, что низкие відсотковые ставки. Так, відсотковые ставки низкие, но мы втрачаем о майбутнем. Мы должны понимать это неолиберальная политика, которая нам навязывается. Это фактически знищение будущего страны. Это, кажется, что мы... Приватизация, шаленная приватизация всего, что только возможно. Притом, что в большинстве страны они этого не... Например, в Украине США, когда захватывали банки, не дали им рухнуть, а просто выкупали их. И не цивилизировали. Что такое МВФ? МВФ – это створена организация для притинки глобального попута, чтобы, не дай Боже, наша страна не прекратила купить товары из-за развитых стран. Это, по-перше, по-друге. Это создан для того, чтобы в Захидные банки, не дай Боже, не втратили в нашей стране гроши. Поэтому для этого дается кредит, он не дает нам в государственный блок, они выносят гроши. Все, что ждет МВФ, под орудием МВФ, идут, идут транснациональные корпорации, которые дают гроши под низкие процедуры, и потом говорят, что ты приватизируй это, приватизируй это, и приватизируй это, и будет тебе хорошо. Не правда, так не бывает, потому что жена страна, которая хотела претендувать на что-то, с такой нелиберальной политикой, она програла скрязь. Тому... Сингапур тоже програла? Ой-ой, не скажите, что... Сингапур, чуткое планование, там, вы почитаете, что... Плановая экономика на початку была в Синополе. Вы даже планировали в Синополе. Ну, национал-социализм мы знаем. Просто плановая экономика, навколо плановая экономика. Я бачу Тайвань и я бачу Китай с величезным, величезным державным сектором, с величезным ростанием и так далее. Спасибо, да. Я не слушаю ТМВФ. Тому мы должны понимать, что от уряда должна быть, понимая, экономичная политика, какие галузи мы развиваем, какие экспортные потоки, на какие экспортные рынки мы движемся, как поддерживаем экспорт, как сниживаем кредитные ставки, чтобы у нас кредит был дешевле. Может это делать Национальный банк? Он может выдавать двустроковые кредиты под конкретные проекты? Как бы захотел и занимался это? Грубо говоря, когда мы наконец увидим реформы, обещаниями которой нас корнили первые годы. Я не зря, друзья, заговорил и спрашивал вас о протестных настроениях в Украине. Николай, извините, вы мне немного мешаете. Не зря я заговорил о протестных настроениях среди украинцев. На этой неделе не очень замечена прошла дата. Это два года, как вы находитесь, дорогие депутаты, у власти. Ровно два года назад украинские избиратели вас избрали, в общем-то, и дали вам ваш мандат, этот мандат доверия. Насколько вы его оправдали? Задумывался ли об этом кто-то из депутатов на этой неделе? Я не знаю, хотя, если честно, сомневаюсь. Следующую часть мы назвали... Покажите нам, пожалуйста. Переизбрать нельзя оставить. Давайте разберемся, где в этом предложении нужно поставить запятую для того, чтобы страна как-то, в общем-то, начала двигаться дальше по пути реформы. Сергей Куниц, вы у нас еще не выступали. Вы какую оценку могли бы поставить парламенту нынешнего созыва? Во-первых, я два слова хотел по предыдущей теме. Если коротко, то можно, конечно. Коротко, да. Ну, во-первых, все президенты, при всех президентах и правительствах брали в долг. И все меморандумы были кабальны. И когда берешь деньги, надо понимать, что кто тебе диктует условия. Ты, который берешь, или ты, тот, который дает. В стране война. 100 миллиардов на оборону, 100 миллиардов дыра в пенсионном фонде. Если кто-то расскажет, как прожить без этих денег, ну, я готов памятник поставить. Поэтому могу вам сказать следующее. Меня сегодня больше интересует не то, где мы что будем брать. Меня больше волнует, чтобы наше правительство не стало правительством статистов. Только собрать налоги, которые есть, и только попросить у кого-то. Нет новаторства. Нет бизнес-инкубаторов. Не создаются территории приоритетного развития. Не создаются свободные экономические зоны, которые так всех пугают. Я создавал в Крыму первую свободную экономическую зону на Украине. Соответственно, Симаш. И мы Крым удержали, в том числе благодаря ей. В 1994 году. А когда сегодня на трибуны выходят люди и умничают, которые без СЭС миллиарды стырили, им хорошо было, то я о болете не сужу, если в нем не разбираюсь. Это что касается экономики. Так вот, мне печально, хоть я из БПП, что пока наше правительство является правительством статистов. Нет новаций. Вот это плохо. А что касается Верховной Рады, ну давайте вспомним, в каких условиях она избиралась два года назад. Была волна, началось АТО, президент, парламент. Понятно, что на волне вот этой такой, ну скажем, где-то патриотичной, сильной, после Майдана, разные люди пришли в парламент. И... Добавлю, что в том числе и те, которые сейчас декларируют миллионы, которые хранят дома. Ну послушайте, мне как-то в аппарате сказали, что у 40 депутатов нет высшего образования. Я был в первом... Но есть миллион долларов. Я, слушайте, я в первом суживе был 25 лет назад депутатом, я не могу себе представить, чтобы можно было избрать человека. Но такова была ситуация. Соответствовало настроение общества тем, кого они выбирали. Естественно, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Но самый большой показатель это уровень жизни людей, качество жизни людей. Оно, к сожалению, стало хуже. Хвастаться нам особо нечем. Поэтому могу вам сказать, в целом все вместе. Граждане в первую очередь, солдаты, которые сидят в окопах на Донбассе, депутаты, все, ну кто больше, кто меньше. Но, слава богу, страна сохранилась, удержали ее как-то. Считаю, что мы работали в целом неудовлетворительно. Понятно. Юрий Лехин, а ваше мнение, за эти два года работы, за эти итоги депутатам стоит заикаться о повышении зарплаты для себя? Я вважаю, что если говорить про Виховную Раду как коллективный орган, не о камерах народных депутатов оценивать. Если оценивать коллективный орган, то, безусловно, оценку можно поставить лишь двойку. Насамперед, потому что Виховная Рада и коллективный орган, и большинство народных депутатов не представляют абсолютно божания и интересы общества, не представляют общество. Потому что Виховная Рада должна быть представительский орган. У нас так виходит, что, насправді, приблизно десь так 1% депутатов представляет 90% народу, а 90% депутатов представляет олігархичное поле. И вот в чом проблема. И тому, безусловно, я вважаю, что виховной Раде можно только двойку поставить. Хотя бы начиная с того, что, хотя бы, как працювавши 2 года народным депутатом, это моя первая каденция, я бы с жалем бачу и змушен констатовать, что повышенно большинство депутатов даже не знают, за что они голосуют. Они не читают эти законопроекции. Иначе наши студии, в этих разах в поведении дискуссии, когда с деякими депутатами дискутуют, что он говорит, что там такого не написано. Они говорят, вот, пожалуйста, подивись, за что ты голосовал. И он говорит, ой, ничего себе, я этого не знал. Ну, вот такая ситуация. Я хотел бы, знаете, просто буквально, если 20 секунд пройти до минулої темы по МВФ, только в каком плане. Всегда, когда говорится МВФ, есть одна маніпуляция, которую я всегда пытаюсь развинчивать. И хотел бы сейчас это сделать, потому что это, по суті, помивание мозгов наших граждан. И люди это слушают и не понимают правду. Они рассказывают о том, что нам что-то кто-то навязывает. Насправді у МВФ, как и в любой другой международной финансовой институте, за великим рахунком есть только одна вимога. Чтобы бюджет был сбалансованный. Чтобы выдатки дорівнювали доходом. Все. А как это сделать, это прерогатива суверенности влады, соответственно, страны. И даже если я специально зайшел, знаете, я зайшел на официальную страницу сайта МВФ, и тут даже слово «меморандум», как такое, эта страница даже не называется словом «меморандум». Потому что «меморандум», я имею в виду, что двое подписываются. Одна сторона, а другая. Сторинка эта называется «Letters of Intent» – «Листи намерев». Листи намерев, которые пишут соответствующие уряды, соответствующие страны, до МВФ, что они планируют сделать. И МВФ решает, что им это достаточно, или нет. Поэтому, конечно, можно написать, можно написать, можно написать лист. Это не меняется, по-моему, не будет выполнен ряд этих, но они их не будут действовать. Не, меняется смысл, потому что можно сбалансировать бюджет шляхом урезания всех социальных виплат, но при этом не чипать олигархичный и криптократический класс, абсолютно, так? Но при этом можно и другой вариант сделать. Можно сбалансировать социально справедливую податковую систему, закрыть офшорные схемы, так заплатить профессиональное податкование, нормально зробить правоохранную систему, которая бы ловила всех этих, у которых 1,5 миллиона готівки дома лежит, так? И тогда не нужно было бы урезать настолько выдающую часть. Вот почему же питание. Два года назад у украинского общества был очень большой запрос на новых людей. Не на тех, о которых вы, Сергей, сказали, о которых даже среднее образование. Я не знаю, нет высшего. Нет высшего образования. На действительно людей, которые могли стать реформаторами. Алена, я говорю о вас, Татьяна, о вас, Юрий, Иван. На людей, которые... Это были новые лица в политике. Почему? Как вам кажется, почему этим новым лицам политики не удалось, по большому счету, изменить украинскую политику? Можно, да? Можно. Ну, по-перше, какую поценку я поставила парламенту? Вы знаете, у меня были величезные сподевания на это склихание. Я поставила по старой пятибальней шкале, мабуть, два с плюсом. Ну, два с плюсом. Плюс за что? От плюс за то, что действительно... То двоих плюсов не додавали никуда. Два с плюсом. Були хорошие инициативы. Это пессимист с надеждой в будущее. Ну, да. Не можно не быть оптимистом в нашей политике и в этом парламенте, поверьте. Були хорошие инициативы, были правильные законы, которые мы принимали и просто выгрызали. Ну, я скажу про... Закон о госслужбе. Я скажу про государственную службу, вибачте, да? А я не против, я... Про рынок газу закон есть, рынку немає. Про государственную службу закон есть, правил немає, конкурсов немає. Тобто, закони не выполняются. Центр принятия решений для меня это было открытие, честно. Не в парламенте. Тобто, у нас парламентская президентская республика, но центр принятия решений або на банковой, або в АМФ, або в уряде, або где еще. И нам спускают эти речи, да? Опозиция, я взагалі, не принимаю участие в жодных переговорах. Наши закони не ставлять, нас не чують. Наши пропозиції хорошие не принимают. Нас называют популістами. Потім эти пропозиции проводят сами и уже говорят, что ну, забудьте про то, что мы вас называли популістами. Но, например, в парламенте нет голосов на реализацию мінских договорностей. Это, мабуть, един, за что я поставила плюс. Поки что, этот парламент это заполнив, потому что у парламента, мабуть, еще есть какое-то чувство, такое, збережение своего життя, да? Но очевидно, что этот парламент был и был переходным. Ну, для меня это очевидно, да? Мы не установили новые правила, но мы трошки, принаймні, намагаемся расшатать вот эту старую систему и старую историю. Но этот переходный период можно и сократить, понимаете? Это депутаты. Татьяна, как вы считаете? Знаете, в чём история? Ну, если можно, если мы не будем... А вы нас сейчас вернете всех на грешную землю, я обещаю. Если мы не будем дальше рухаться в этом направлении, да, и мы будем идти назад, и не будем говорить про то, что коалиции нет, то весь парламент будет набагато гирший, чем даже предыдущий. Бо коалиции, де-факто, нет уже рік, да, рік чи півтора. Все голоса собираются волею народу, и отроджением, и оппозиционным блоком. А вы бачите, что воля народу и отроджения там по 95 квартир декларует один депутат, мого віку приблизно. Мого віку приблизно. Мого віку приблизно. Мого віку приблизно. Почекайте. Якщо немає коаліції, что это означает? Хто несе відповідальність за цей уряд? Коллеги, хто несе відповідальність, якщо коаліції немає? Воля народу и отроджения несе відповідальність? Вони не в коаліції, але вони голосуют за всі речи. Они полностью голосуют за бюджет. Кто несе відповідальність за бюджет? Если никто, то нужно выбирать парламент. Татьяна, Алена говорит о том, что этот парламент точно переходный. Я уже почти задал вам вопрос. А вот эта переходность этого периода, она может сократиться? Она может сократиться, Алексею. Когда мы два года назад пришли в Верховную Раду, как вы говорите, был опыт на новое обличие и на политики нового уровня, мы верили в то, что все депутаты, которые пришли с нами, имеют те же намерения и имеют четкое желание что-то изменить и сделать это быстро. Два года в парламенте показали, что в парламенте есть буквально небольшая количество людей, количество которых вымиряется десятками, которые действительно пришли и хотели что-то изменить. Решта людей там занимаются совсем другими вещами. Або представляют какие-то финансовые и промысловые группы, або свои интересы, або еще что-то. И в первую очередь я бачу проблему в мажоритарстве. Действительно, в этом парламенте успехом есть те, что хотя бы не смогли провести хороший закон, но хотя бы запобегли плохому. Не дали вкрасти, не дали пройти какие-то коррупционные инициативы, запобегли податковому кодексу Яресько и так далее. Так вот, для того, чтобы в наступном парламенте что-то изменилось, мы сейчас должны работать спольно, объединяться и работать над тем, чтобы изменить наше выборчее законодательство, чтобы прибить мажоритарку. Потому что даже один из керевников этих депутатских групп, которые складываются из мажоритарников, не на камеру, не публично, сказал, слушайте, мажоритарку нужно скасовать. Потому что каждый депутат-мажоритарник представляет округ, на который он вимагает финансирование, который ведет постоянно до каких-то торгов, и это является важным влиянием на него, и так далее. И буквально остальная фраза про МВФ, знаете, какая сейчас есть такая, ну, не больше шутка в фейсбук-спільноте, что, если пораховать все те деньги, которые есть в депутатах и субъекте декларирования, и завести их в экономику Украины, то Украина сможет кредитировать МВФ. МВФ заплачивает верно. Николай Скорик, ваша оценка парламента. Я бы хотел сказать следующее. Если говорить об оценке этого парламента, я не претендую там ни на новие облыча, ни на... Но для меня это первая каденция. Я действительно первый раз в парламенте. И я хочу напомнить коллегам из других фракций, что когда парламент начал работу два года назад, то коалиция состояла из пяти партий, и оппозиционному блоку, как единственной оппозиции, впервые в истории украинского парламентаризма, не дали ни одной должности в полном несоответствии с регламентом, в полном несоответствии с историей украинского парламентаризма, на это все наплевали. Теперь, когда на фоне падения рейтингов политических сил, которые входили в коалицию, и одна из ключевых сил, которая на сегодняшний день формально входит в коалицию, вообще исчезла из рейтингов, теперь как бы такая выстроилась очередь. Кто же является оппозицией, то я напомню всем пяти политическим силам о том, как они себя вели в начале работы этого парламента. Чем связана такая оценка работы парламента? Это наша внутрипартийная, внутрипарламентская жизнь. А что на выходе? На выходе нет ключевых вещей. Все ключевые политические силы, которые шли в парламент, обещали людям мир, обещали людям улучшение уровня жизни, обещали подъем экономики, ничего этого на выходе нет. В этой связи, я думаю, что главный вопрос, который, когда парламент не выполняет конституцию, вот когда мы так рассуждаем в отношении того, есть коалиция, нет коалиции, все прекрасно понимают, что ее нет. А у нас парламентская президентская республика, согласно конституции. Если у нас нет коалиции, то значит нет и правительства. Если нет правительства, значит мы должны идти на перевыборы. И никакого другого варианта тут абсолютно нет. Так, там очень много политиков, которые находятся в стенах парламента, говорят о перевыборах. Интересно, что говорит политик, который сегодня не заседает в Верховной Раде. Валентин, что вы скажете? Этот созыв, какие его шансы отметить и третью годовщину? Очень важно, особенно в этом скликании, понять, в каких условиях сейчас парламент работает. В условиях российской агрессии. И вопрос национальной безопасности для парламенту мает быть до обеда. Протидея российской агрессии, посиления обороноздатности и так далее. После обеда. Протидея внутренней агрессии, под названием коррупция. Где коррупция? У владе. И эти две складовые, на самом деле, являются главными критериями для оценки здесь и сейчас, этого парламенту, и любого депутата, в каких бы фракциях он не был. Иван, Юрий, очень коротко, потому что очень мало времени. Дуже короткий кілька тез. Первая теза. Парламент – это основа существования Украинской государства. И завдание каждого депутата – повышать авторитет парламенту, а не опускать его своими действиями. Это раз. Другой момент. Этот парламент, который был выбран в 2014 году, имеет больше прогрессивных, молодых и очень интересных депутатов, чем это было в предыдущем. А следующий парламент, который будет после перевыборов, он будет иметь еще больше той критической массы, которая будет мушать загальное болото принимать правильные решения. Поэтому наше завдание – не бояться выборов, а думать над тем, чтобы парламент был эффективным. И еще и последний момент. И последний момент. Вы бороться уже слово в жилье. Вот это главное, что должно быть в работе парламенту. Если мы не поддерживаемся правилам процедуры, парламенту не будет и не будет парламентаризм. Очень коротко только, пожалуйста. Ну, насправдя, я поддерживаю, что в парламенте увеличилось патріотизм. И это не дало возможность протянуть деякие речи, которые соперечили национальным интересам. В парламенте увеличилось профессионализм, и поэтому иногда законы действительно имеют точковость, а не глобальность. Но не можно откидать то, что именно этот парламент, напевно, он един был способен принять антикоррупционные изменения, которые сегодня привели до электронного декларирования, против которого были все буквально в сообществе. Мы сделали крок до того, чтобы... Это в сообществе, а в государственном аппарате. Это в целом. И на следующем, кто будет хотеть идти на государственную службу, будет понимать, что он подпадает под декларирование. И впервые 900 судей сами пошли с посады. Их не нужно было ловить на коррупцию, их не нужно было выгонять по криминальным справкам. Они сами написали заяву и пошли, чтобы не декларироваться. Андрей Ермолаев, я давно обещал вам слово. Единственное, что сейчас могу, это отдать свое финальное слово вам. Ваше мнение. Третья годовщина у этого созыва будет или нет? Значит, я скажу очень кратко и уже без метафор. Или выборы, или вынесут. И об этом говорит и социология, и политические настроения. Но что самое важное, состояние самого парламента, то есть было важное слово парламентаризм. Действительно, у парламента, как у национального законодательного органа, есть конституционная задача. Бюджетный процесс, законы, я вообще считаю стыдным это обсуждать. Вы должны это делать. И вообще не сильно много на самом деле пиариться, лучше отчитываться о результатах. А вот есть исторические миссии. Николай Скорок абсолютно прав. Первое главное, после событий революции, после аннексии и ситуации на Донбассе, что главное, мир, ваша задача, вы национальный парламент, и ваша задача найти формулу, взять на себя ответственность и реализовать, что вы сделали как национальный парламент. Списали все на президента и военных, извините меня, заиграли в политику, набирали кучу заявлений и ни одного решения. И по состоянию у нас сейчас действительно мы имеем дело уже от то-тире война. Все точно и правильно вы, Андрей, говорите, извините, времени нет, но при этом хочу только добавить, что мира добиться этим 450 избранникам не удается пока даже в стенах парламента. Это было «Черное зеркало». Спасибо, что смотрели. До встречи через неделю. Спасибо. До встречи через неделю. До встречи через неделю. До встречи. До встречи. Продолжение следует...